Я хочу спросить, все ли здесь доброволицы? Этины по тысяче платили. То есть, мы реализовываемся где-то, кто кому-то платил? За это платили? А, я не разу не так принято. Забирали, собирали, по тысяче заходят. Здравствуйте, я благодарен, что вы пришли. Мы, когда только вчера решили, что встречу нужно обязательно провести, и решили проводить ее обязательно в неформальном месте, в баре. Выбор пал именно на бар мистера Кокошки, потому что это одно из немногих мест в Петербурге, где есть действительно большая культурная программа не только развлекательного характера, но и действительно интеллектуального творческого. Поэтому мы считали, что именно здесь, в этом месте, нам необходимо вести диалог о обществе, о религии, возможно, немного о политике. Хотелось бы мне, если возможно, задать первый вопрос. У нас некоторые депутаты законодательного собрания, как говорят средства массовой информации, носят экстремистские футболки с лозунгом «Православие или смерть». Хотелось бы узнать... Это депутат? Нет. Это помощник депутата. Хотелось бы узнать, ваше отношение к этому лозунгу, к таким футболкам, бывает ли вообще православный экстремизм в принципе? Лозунг «Православие и смерть» — это никакой не экстремизм. Это изъяснение, выражение отношения человека к своей собственной судьбе. То есть если бы это был императив, обращенный к захваченному самолету, короче, вот «Православие и смерть» не выпустил никого отсюда живым, пока не вкреститесь, это был бы экстремизм. А когда человек про себя говорит, что для меня нет жизни без моих православных убеждений, это нормальная спередальная форма, она никому не угрожает. И последний вопрос. Потом у нас будет свободное общение. Каждый человек может спросить то, что интересует именно его. Последний мой вопрос о известной, не знаю, как назвать пан-группе или девушках, которые строили акцию в данных местах спасителя. Считаете ли вы, что наказание слишком строгое? И что нужно делать в таких случаях? На ваш взгляд? Знаете, есть хороший великопоставный анекдот. По-моему, на похожую тему. Он звучит так. «Провинившегося котенка поставили в лугу. И он там провинился еще раз». Как человек, который много и с азартом боролся с сектой, я скажу так. Тут есть актуальный пасызий в этой борьбе, потому что есть русская наблюдательная поговорка. Чем сильнее ты бьешь, пошлеп ляпки гвоздя, тем глубже он уходит в доску. Вот так же и здесь. Когда человек претерпевает некие гонения за свой поступок или убеждение, причем, как он считает, это происходит в рамках идейного пространства и идейного противостояния, то тем больше он с этой своей идеей отрождествляет себя. И то, что могло бы быть просто эпизодом, проходным эпизодом в его жизни, может казаться уже теперь стержнем. То есть ему теперь будет очень трудно с этим выстраданным им имиджем расстаться. И боюсь, что после этой минуты выходки, безусловно хулиганской, безусловно дурной и так далее, но боюсь, что эти женщины теперь уже навсегда стали пленницами, заложницами вот этой минутки своей жизни. И им понадобится теперь гораздо больше усилий для того, чтобы оттуда оторваться. Может быть, их опыт материнства в этом поможет. Может быть, чем-то хотелось. Ну, с этой точки зрения, мне кажется, ситуация стала тяжелее. А наказание, какое оно должно быть за подобные выходки, поступки? Ну, например, понуть их, читать книги Дьякона Андрея Кураева и сдать экзамен по ним. Одна из них, вроде бы, моя студентка в основном субституте. Пожалуйста, теперь ваша очередь, если желание есть. Отец Андрей, у нас сложилась уже эта традиция, некая встреча с молодежью, поэтому на более страшном и серьезном уровне, учитывая, что свою, мягко говоря, некрасивую акцию они привели в храме памятники, причем в год двухсотлетия юбилея в войне отечественной институте. Вроде бы, не плохо так же, знаете, американские студенты иногда приносят такие приговоры. Понудить не в кандидатном работе совершенно не так. В данном случае у одного из американских писателей и классиков тоже, как умерзавцы, недоумки из местных, местной мажорной молодежи ворвались и нагадили. Судент приговорил их в течение года изучить и творчество этого писателя и ставить нельзя. Вот нечто подобное может быть и здесь всерьез пожалуйста, вот вы изучите пожалуйста, что за доски 53 метра в храме Совпозителя. Человина там написано, что называется по именам, кто в каком сражении пал, какие результаты этого сражения, какие части участвовали, чтобы они переживали как часть своей истории вот тут те события 1012 года и независимые отношения к церкви, чтобы они понимали, что этот храм это просто национальный святый и в некоторых общеевропейской. Позвольте тогда мы прошел тогда в позволь и это учитывая нашу традицию хотели бы сегодня поставить в наших деньчика в режиме общения, то есть вопрос-ответ, то есть не в режиме лекции, потому что мы в прошлый раз так сами просили, мы с вами так согласились. может первый вопрос может меньше коррекции ваше отношение к тому, что должен, как должен себя вести нормальный человек в отношении вот которых позорил себе Мадонну. Вы знаете, она заявила, что Петербург будет здесь пропагандировать гомосексуализм в качестве такого и квадашного жизни. Не знаю, как насчет нормальных людей, но мэрия не может устроить неплодовую укладку асфальта или булыжника на площади, где предполагаются юг. Концертный зал. Концертный зал. Там тоже бывают проблемы с пожарными нарасностью. Неожиданно возникающие. Нормальный человек в таких случаях звонит СПСБ и говорит по моим данным какие-то боевики с Новой Гвинеи заложили бомбу в этом концертном зале. Виталий Валентинович после экстремистских футбола ты можешь совершить еще один экстремистский поступок и сорвет концерт. Вы меня не хотели тогда если будут вопросы из зала вы прерываете с удовольствием поднимайте руку и бросите тогда у меня следующий вопрос пожалуйста я испытываю редкий восторг сегодня здесь присутствие от вашего присутствия у меня вопрос практический по поводу причастия я по благословению своего духовника стараюсь сделать это чаще причащаюсь в том храме в котором я все время раз в неделю и если есть возможность я еще один раз отвезя дочку в школу тоже стараюсь причаститься если есть такая возможность и мой духовник не благословил меня на сегодняшний день читать каноны и были у меня случаи когда я избегаю точно когда мне спрашивают готовились ли вы я отвечаю готовился и не считаю что я солгал потому что у нас есть определенные договоренности с духовником но был случай когда меня спросили четко про каноны я сказал что я их не читал и меня не допустили к чаше я корректно спросил на каком основании вот и ну в общем меня обвинили в хамстве мы там подошли и уже даже планировали выводить меня силой из хама я не хамил я четко слил за своим тоном и спрашивал на каком основании вы не допускаете меня к чаше потому что насколько я знаю из ваших лекций то есть такого вот какого-то вот правила закона канона о чтении канонов нет как вы порекомендуете вести себя в подобной ситуации ну вообще что с этим я естественно как не могу комментировать советы которые касаются в целом этой ситуации я думаю что причастие причастие не может быть предметом тяж у меня есть право я требую китайки подвольную консультацию мне кажется это невозможная вещь поэтому в таком случае уж лучше отойти и сказать господи я не могу помыслу людей почему я сегодня остался в таких случаях лучше остаться голодным но не не вообще спасибо тогда у меня опять вопрос на тем очень общественная читая новости более-не-более находишься вопрос о том что сейчас будет травля русских православных целей в центре считаете ли вы что это действительно так и как подобное подобную позицию сми не всегда приятно когда нужно отвечать на пашу в очень высокая колокольня возможно с нее он видит где-то там за холмами за горами сконцентрированные стратегические резервы наших методов тех кого считает может быть у него есть какая-то информация которой он не делится с нами эспрессо поэтому может быть он так говорит то что вижу я прессе в интернете не дает мне оснований говорить о том что события последних двух месяцев есть результат какого-то медийного или какого-то политического заклора я просто предлагаю бритву оккома не умножаясь сущности без необходимости и говорю что каждый из эпизодов для дискуссии которые возникают сегодня для негативных хостиков наш адрес у каждого из этих эпизодов есть какая-то своя достаточно понятная мотивация предыстория и поэтому полагать что здесь есть какой-то замысел я из того что вижу я конечно у меня более ограниченный показал что он патриарх я как бы в этой гипотезе не нуждаюсь то есть она для меня в данном случае евристической мощью не обладает при том объеме информации которая есть когда скажем я слышу что говорят что в трех храмах произошли скандальные сцены по двух храмах погромом были в Великом Устье и Веневинномыске очень похожие вещи очень печальные и конечно если брать только вот этот эпизод скажем может есть информационное сообщение некий человек ворвался в храм там начал сшибать иконы в убийстве это очень похоже и кажется действительно некий сценарий только дальше возникает некоторые вопросы чуть расширим поле нашего зрения что мы видим в обоих случаях это психически больные люди один состоял на учете всего другого уже на юный воздвадцать четыре года уже три гроза сидит когда приехала милиция его повезли он орал я бог я бог храм и так далее я здесь главный я я не знаю может быть есть такие технологии заговорщицы которые позволяют координировать действия психически больных людей но на мой взгляд идея заговора несовместима с идеей психически больного и неоднократного человека таких разведку наверное не трогает и заговоры в масонах но опять я плохо знаю этот мир может быть у людей выше меня у них больше отец Андрей рядом с вами сидит автор почему-то скандального закона о защите наших детей от пропаганды полового возвращения вот не кажется ли вам что то что происходит сейчас особенно такие акции я считаю как было на концерте группы Рамштайн открытые имитации гомосексуального полового автора на сцене заявление Мадонны певицы то же самое вот эти женщины которые плясали в храме Христа Спасителя они назвали свою акцию между прочим один из форм мести за этот закон да и назвали это гей-парадом не считаете что это все как бы ведь к мусульманам претензий нету глобалистов а вот против православной церкви это появляется в очень открытой форме и раз гей-парад дошел до храма вы не считаете это такое проявление именно объявлением войны христианской православной именно церкви ну что касается отношения глобалистов к мусульманам я думаю если вы спросите мусульманских аналитиков они вам рассказывают свой перечень обид претензий и претензий что касается православной церкви ну не надо считать себя кругом земли такого рода выходки всегда направлены против господствующей конфессии в данной стране автором этих выходок не для вот церкви анзотоусты если религиозная организация входит в эстаблишмент в элит и является религией большинства в таком случае они будут сдирать именно эту религию большинства а не какой-то маргинальной и в этом смысле догматические различия между православием или католичеством или утрамством для организаторов таких выходок не имеют значения вариант мести за петербургский закон но они это заявили открыто в интервью я думаю что это скорее их последующие самоправдания попытка прицепиться и найти себе защитника в том через рубежок это уже последующие тропы тогда еще один вопрос будет раз мы находимся вместе молодежи в базе клуба хотелось бы узнать считаете ли вы что молодые люди сегодня имеют какие-то другие нравственные моральные устойки чем молодежи 10 лет назад 20 лет назад и как белославная церковь должна влиять на основные нормы морали к сожалению определенные дрейф есть и для меня это очень странно вот в частности отношения к гоносексуализму то есть удалось во многом удалось в сознании довольно массовой молодежной разлойки сдвинуть отношения к этой мерзости с негативного на чуть ли не восхищенный для того чтобы этот дрейф остановить для этого я думаю тоже важный закон который принял петербургской произведения есть ли отойти от гоносексуализма общей договорительной общей моральной кустой то есть тематически что происходит есть общая установка у молодежи нашей российской многих поколений веков что вот надо жить как в Европе и когда молодой человек не что если ты хочешь иметь друзей в Европе получать оттуда грант есть на какие-то встречи провесников и талер то для этого ты должен научиться говорить правильные формы есть достаточно всем известный список тем по которым надо отметиться и доказать что да мы с вами одной крови я современный человек я думаю как и вы и вот есть там пять-шесть тем по которым надо прокукарекать и доказать свою политическую лояльность политкультурность и вот в число этих пяти-шести обязательных тезисов для получения шенгенского риска вот входит еще и такое толерантно восторженное отношение гомосексуализма и вот не потому что само это по себе это занятие надо убирать но им хочется быть принятым в хорошие дома и считается что право пропуска в хороший дом дает именно такого рода тезис поэтому параметик пропуска в участии если опять же попросил кроме гомосексуализма отношения к гомосексуализму что не так с современными молодыми людьми что было иначе 10-20 лет за год 30 возможно другое отношение к российскому святыню нашим отечеством возможно другое отношение к старшему поколению другое отношение к алкоголю и собственно к насуге тоже нужно проводить социологические вопросы сравнивать с тем что было 20 лет назад а были такие опросы и так далее обязательно это будет посовщение вопрос Данил Шишкин главный реактор газеты ВОСТЕР отец Андрей скажите пожалуйста нашел в СМИ материал где вы осуждаете организатор акции 4 февраля в Москве на поклонной горе почему вы считаете что патриотично настроенные граждане оскверняются в поклонную гору как у меня в СМИ а я разе такое скажу ну собственно свидетельство ну или про герарда я человек который работает со словом поэтому я очень четко выражаюсь я назвал четыре имени конкретно Кургинян Догин кто там еще был какой-то ваш отморозок в Петербурге живущий модный писатель Багиров и Непраханов вот этих четырех граждан я назвал панк-сталинист а не те колонны которые туда сгоняют административно зависимых людей или просто энтузиаст Другое дело что как всегда как и с этими Пусинами этим обиженным товарищам тоже очень захотелось сказать да это нас всех оскорбили слышите нас миллионы это про нас про всех сказали и так далее да нет про вас четырех чтобы не сказать людей которые пришли туда чтобы именно делиться своей ненавистью то есть если бы они просто кричили любви Путину святое дело пожалуйста но они говорили о чем-то другом интонация были другие очень опасные спасибо Анастасия в последнее время в политике евросийской появляется такой термин как евразийский евразийский союз и так далее вот и этот термин он эти политики они действительно представляют из себя странный симбиоз вроде бы политиков позитивно оценивающих советский период развития нашей страны и какие-то при этом ведущие будущие перспективы нашей страны в новом формате вот какое ваше отношение к так называемым евразийцам другим и компаниям манипулятор сознат когда мне говорят о том что Россия евразийская держава я говорю а почему Великобритания такова не считается простите мы можем мы можем перебивать редкие эпизоды переходных сюжетов литературных или поэтических художественных из восточной культуры влияния на русский но это но я говорю этих эпизодов окажется гораздо меньше чем в литературе для культуры британской поэтому это мне кажется это и исторически и политически но особенно исторически скажем так это некорректно Александр Андрей не считает делегуем что сама православная церковь сейчас зашла в тупик в отношении преподавания курса православной культуры в школах потому что то есть и реакция например в Петербурге то что народ выбрал больше следственную политику это является результатом того что сама церковь не объединялась либо с программой либо с того как это преподносить людям так что касается программы это есть и вот здесь должна быть моя сумка с учебником нет 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 то есть желающие пока в нашей встрече могут посмотреть учебник или купить его учебник издан он есть но почему-то его не пускают по свободную продажу чтобы родители спокойно могли разные учебники тоже светскими и православным сравнить полистать в том числе и дома или в магазине в классе и потом сделать выигр в хорошем в школе проходит собрание и на каждой партии должна лежать штопка из шести учебников во всем направлении и по ходу собрания чтобы хотя бы по ходу собрания полистали потом вот комплект в соседнюю школу там завтра такое же собрание вот это тогда это был бы выбор народа а пока это не выбор а диктат министерства образования и федерального и региона а то есть можно как бы в этом процессе участвовать в Москве ни одной школе ни одному родителю не разрешили избрать основу кого основные понимаете в Москве тысячи школ ни одному человеку не разрешили его пока именно не разрешили понятно что тут есть кровный интерес директору школ потому что ему не хочется платить за лишние часы если в одном классе появится две-три группы это значит умножается количество учебных часов значит нужно из фонда заработной платы искать возможности оплаты этих дополнительных с его точки линии часов не обязательно для заучи это проблема с состоянием расписания с поиском кабинетов опять же состоянием расписания для детей для педагогов это головная боль не хочется плюс к этому педагогам не хочется погружаться в новый для них материал замысел это проект в чем был чтобы каждая семья могла сделать в школе заказ на воспитание моего ребенка а у нас получается сфера услуг она работает для себя не для клиента а мы не хотим а ну и что что вам хочется пальто такого покрова а у нас лекала только такие заготовки мы 50 лет уже по ним шьем поэтому узвольте носить то что есть понимаете вот все происходит по старому советскому анекдону в каши шоколадницы приходит молодая ульяновая пара садятся за столик романтически смотря друг на друга подходит официант что будем сегодня пить чай или кофе вы знаете пожалуй кофе а вот они угадали чай вот это и происходит так называемым выбором этих а потом службевая пресса начинает потрясать эти цифры видите страна проголосовала против ОПК да сплошь и рядом на этих собраниях даже не дают родителям информации о том что у вас есть такая возможность с выбором а просто ставят в известность организовательское собрание приглашает родителей на вчерашнее число или скажем собирают 5-6 верных родителей с которым у которых хороший контакт с вас он против они подписывают пациентскую треть а тем кто могли бы скажем священникам заранее знать что он будет против ему звонят на следующий день я такие случаи знаю в московской области говорят вы знаете а класс уже проголосовал поэтому присоединяйтесь и согласно забирайте ребенка в соседушку как можно изменить ситуацию как вы считаете вот депутат сидит рядом может быть попросить аннулировать результаты эти хорошие должна быть предпринимателем должна стать инструкция о том что такого рода родительские собрания должны проводиться открыты и может быть даже с обязательным присутствием представителей традиционных религий это было бы замечать хотя бы мусульман христиан и что в их присутствии эти собрания проходили батюшка может не выступать и даже не должен выступать но хотя бы чтобы он понимал что у педагога адекватный рассказ и рассказ о каждом из модулей ввелся корректно в равной степени информированности и родителям не врать а им будут будут например у нас педагоги подготовлены только по светской этике простите это ложь потому что во-первых они по светской этике не подготовлены во-вторых министерство образования должно одновременно одного и того же человека натаскивать на все шесть модов этого установки или вот у нас учебники закуплены только по светской этике опять ложь закупка учебника должна совершаться по итогам родительского собрания а не донера и за сих пор должно напечататься столько учебников сколько будет заказано по итогам голосования и вот такого урона лжи его вообще много и самое главное что якобы школа выбирает школа ничего не должна ко мне иногда подходит на разных конференциях педагоги и говорят хочу вас поздравить наша школа выбрала ваш учебник я говорю это ужас школа ничего не должна выбирать выбирать должны только родители и если я вижу что какая-то школа тем более целый регион выбрал какой-то один год это знак мухлёжа неважно вкус светская этика ОБК или чем-то мусульманской культуры нет у нас настолько консолидированных в этом отношении вы готовы участвовать в процессе если у нас пригласили собрать педагогов в том числе в Петербурге педагогов 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 я благодарю вам за лекцию о карьере и вот только что вы сказали о том что подвинулось какое-то сознание относительно например гомосексуализма и возможно вот я так свяжу что насколько могут быть православные звезды ну в понимании звезд как Мадонна потому что ведь есть для молодежи особенно понятие круто здорово интересно а у нас как православие так борода ангела за трапезой сапоги ну не хочется быть похожими на этих людей возможно ли чтобы человек был и звездой возможно я сейчас обахал обыстине возможно я о кинчеве возможно о каких-то людях которые ну как ведь не может быть православная кухня это же не котлеты крестиками да это же ну вкусная еда может а ведь сейчас как сказать у нас нету православных песен я обрыдался от всех песен Копыловой искренне я плакал но она можно ли это сделать без слова ангел христос без я за я сейчас не об этом я о том что это гетто это гетто и молодежь выбирает мадонну но молодежь не выбирает песни о любви песни о надежде песни о преданности и насколько вот это вроде бы начали разговор с знанием о кодеке да с чего я поначалу сделаю выбор судьбой человек который профессионально ориентируется в теме разговора а сейчас вы несете пробу возможно я я волнуюсь возможно я нечетко волнение а дело в том что понимаете как предыдущая тема была там петербург выбрал то и сё это полгар петербург не выбирал точно так же и здесь молодежь не выбирала мадонну мадонну выбрали хозяева радио станции причем тут молодежь молодежь не создает форматы в общем-то их не выбирает а им навязываются как в вопросе моды любой моды понимаете я несколько лет не могу найти запасных очков вот кто решил что вот круглые очки классика простите леновская да невозможно купить все должны змеиные очки носить длинные узкоглазные вот мальчик сидит вот девочка совершенно одинаковые очки вот кто за них это решил я по Италии езжу не могу найти по Германии хожу не могу найти понимаете мне звонят на днях в Швеции видели такие очки где-то там глухомании в какой-то деревушке шведской нашли недораспроданные остатки то же самое касается чего угодно штанов какая-нибудь педрастические модели джинсы которые до пупка не дотянешь и так далее и так далее чего угодно удивительный диктат и при этом этот диктат цинично прикрывается рекламным слоганом только твой выбор это только твой выбор с китайской фабрики миллионными тиражами штампун но это только твой выбор когда я читаю понимаете ли в прессе и в новостях меня впаривают модные тренды сезона и за полгода за год я заявляю в новом году в летнем сезоне будут модно такие цвета я спрошу как вы это узнаете до лета еще 4 месяца они узнали что будет мод три пидора в Париже собрались и решили что будет модно за все человечество а потом заявляют молодежь решили молодежь это касается музыкальных форматов кого возьмут на радиостанцию кого будут крутить кого нет я даже не про музыку Ахлобыстин не певец Емельяненко не певец но вот пожалуй два человека на которых я в какой-то степени хотел бы быть похожим почему их так мало почему их два возможно ли совмещение может быть и нет с трудом потому что вопрос кто контролирует кто контролирует Емельяненко наберите в интернете пожалуйста по гуглу если вас не забанили наберите на текст кто убил классическую музыку я в свое время пожмотился я не купил толстую книгу с таким названием американский автор где просто рассказывается как произошло это как это вдруг оказалось что классика оказалась не в формате а какие-то тупые поведения алифмические даже спрашивали дерганые как вот этому стало считаться музеем и это конкретные имена как это происходит поэтому на самом деле вот тут есть повод вывести атеориза и поэтому вопрос почему там нормальные люди туда не попадают ну потому что они нормальные то есть в звезды попасть и не стоит тогда вот эту совку невозможно нормально в звезды ну в понимании популярной личности но вы его спросите а я не знаю я не хочу что тусовку лезть поэтому мне даже неинтересно что калии законы какой-то такой стороной надо продюсер поставляться и так далее это вопрос это вопрос скорее о том существует ли или может существовать понятие православный рок не что православный может существовать православные бои без правил православные дело в том пойдет ли это какова будет аудитория то есть подвальчик собрать друзей православные банки может быть и так наверное но одно дело собрать друзей и для них что-то такое сказать сделать а другое дело попасть в рейтинг потому что если у вас уровни звезды то речь попадание в рейтинг в ваших многих лекциях есть это когда красивая девушка как только приходит в храм первым делом делает себя некрасивой молодой человек решающий стать православным стесняется купить себе дорогой телефон и одеть хорошую одежду вот даже самая замечательная православная красивая девушка на самом модно одета с прекрасным голосом но у нее боюсь что нет шанс попасть в телекармак давайте следующую тему я хотела по той причине что она например будет вести себя самому с режиссерами заказчиками спонсорами и так далее такая небольшая реплика ремарка не так давно Виталий Валентинович скидывал индастриал лотик метел православный индастриал лотик метел Виталий еще не понравилось послушать слушать да отец Андрей Раббожий Иван Гасенко Емпель Андреевич слушатель епархиально богословских курсов юрист по профессии скажите пожалуйста вот к разговору о садомии и навязывании потому что навязывается сейчас в стране вот понятие гендер если кто-то знает и слышал понятие вот этих вот сексуальных садомских и законодательных новшеств которые сейчас обсуждаются привносятся многие может быть не знали и не слышали в проекте концепция социального развития Санкт-Петербурга на 10 лет именно эти понятия садомские неприемлемые для православных как вы считаете как православный христианин должен себя вести при подобного рода новшествах при внесениях в том числе и на уровне законодательства узнать домашние адреса и телефон авторов председателя обвести в гаражах спасибо вот готовят вам святые пишите имя им легион мы не легион 20 в том-то и дело меньшинство диктуре диктует свою волю большинству и почему-то именно это называют демократией вот мне рассказывает один депутат не знаю как перебралась вся этот человек или нет прошлый Госдум депутат один России очень активный этот человек участвовал в разработке семейной политики и законодательства поддержку семьи день рождения и вот этот депутат рассказывает что в Думе на стадии выработки законоправления все проходит хорошо потом уходит в белый дом есть комиссия правительственно-думская парламентская комиссия смешанная которая окончательно должна отшлифовать законопроекты прежде чем официально вынести на голосование окажется там жук в те годы взберлил эту комиссию и она окажется там по вторникам заседала не знаю каждую неделю или раз в месяц заседала белым домом и вот наш закон поддержку семьи и тридцать в день рождения детишек никогда не проходят через эту коробку не потому что тот был правитель а потому что там был маленький незаметный чиновничек в аппарате правительства в этой комиссии вот он был секретарем клерком где-то там десятым вот его работа была очень тихо он публичный человек составляет там просто повески и вот он эту повеску дня составлял так что наши законы всегда оказывались последними и до них никогда не доходили поэтому это не в его интерес обсуждали вопрос молодежи и так далее вот хотелось бы спросить а насколько возможен активный протест прихожан допустим такой как православных рубленосцев или же протест может быть только такой спокойный с состоянием с молитвенным который естественно нигде никто не покажет потому что журналисты любят экшен ну то есть как вот вы считаете возможно активно или все-таки это должно быть так спокойно и не продаваться я думаю что исходить надо из худшего старин вот представьте проходит такая публичная активная акция протест те же хрунгеносцев вот если бы я был организатор такого дела я бы прежде всего организовал бы жесткие поископки то есть кого допускать к такому роду к ношению таких мафий кого выпускать перед деликатами потому что методика совершенно понятна что придут журналисты выберут самую злую бабку или сам ботипильного спекера желательно бомжеватого вида и пьяного подначат начнут его подначивать и когда дело дойдет до мотивов и жидомосонов включат запись и потом покажут это и перескажут вот они православные но их хотя бы покажут потому что других с молитвенными стояниями просто не покажут поэтому здесь было бы хорошо что называется как укреплевский пол почем роту почетного караула отбирать участников таких акций и чтобы они четко понимали что может говорить чего нельзя понимая что слова будут вырваться из контекста анализация белки винегритика если они смогут так это делать то есть любое дело надо делать профессионально потому что против нас работают профессионально отец Александр во-первых хочется вас поприветствовать за имени молодежной представительности молодая гвардия а я думала только на выберите и задать такой вопрос на грудь не знаком сложилось такое мнение общественность молодежи потому что когда человек славянской внешности одевает на себя футбол и что я русский он националист когда же это делает человек не славянской внешности для себя азербайджан и что не так такое он патриот он молодец почему так сложилось так получилось знаете я хожу впечатление по дороге сюда в самолете я прочитал сегодняшний выпуск российской газеты и там прикорна очередная горячая сотня печатных материалов запрещенных судами российской федерации я очень советую к интересоваться этим списком то есть честно говоря волосы шевелятся когда вы читаешь какую-нибудь сельский сельский суд мухосранска кто вдруг решает экстремистская арестовка с жаней оператора александр 3 или 2 может доставить посмотреть почему так произошло по-другому 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 великорусский шевелир самый опасный сам коварищ его идея вы помните советская частушка говорила дедушка умер а деда живет лучше уйду наоборот александр скажите пожалуйста было ли у вас когда-нибудь ощущение того что ваш ум и эрудиция мешают вашей вере я бы сказал что моя вера дана моему разуму нашество здравствуйте меня зовут Антон у меня такой вопрос скажите пожалуйста какие перспективы сотрудничества РПЦ с другими христианскими конфессиями протестантами католиками потому что несколько лет назад в основном обсуждалась тема объединения даже возможного сутеката в интернете это приподъездная скамеречка все что угодно билищество это голова что касается диалога протестантами но тут есть официальное заявление нашего синодовича лет 5 лет 6 прошло но с той поры как репаранские церкви Европы объявили о легализации гомосексуального брака наша церковь сказала что мы находимся с богословского демокоса потому что нам не интересно обсуждать вопрос о высоком богословии с людьми с которыми мы расходимся в фундаментальных нравственных вопросах отец Андрей скажите пожалуйста вы довольны ли вы лично то что сейчас президентом стал опять Владимир Владимирович Путин и как это может уже зная этого человека отразиться благоприятно ли это отразиться на православной церкви не предъявится ли гонений на церковь ближайшие 4 года по вашему мнению нет гонений конечно не будет я не вижу смысла в них цели чтобы найти тот же Путин совершенно большинственный человек чего им уделить наша церковь грубо говоря что у нас есть такого чего бы он раньше нам не дал снова отбирать что храм нет элиберальное давление я имею ввиду если опять же будет легализация если вот допустим заставят более лояльным быть к тому же гомосексуализму значит церковь либо она не может принять православную церковь эту доктрину смерти значит церковь либо уходит в подполье либо она в церкви начинает сконение я думаю что судьба того же петербургского закона она многое пояснит но конечно есть определенная странность то что один из первых таких знаковых политических шагов новой конфигурации тандема после выбрана это впервые в истории в россии создается база нато и на фоне то есть простите антинапской истерики которая из-за того же тандема издавалась выбранной такой резкий контраст не может быть меня меня сильно удивляет почему что называется профессиональные русские патриоты зимние дни так мгновенно простили все что у них накопилось за предыдущие 12 лет и те же самые ресурсы и люди которые там постоянно говорили хуй вместе на кого работаете и все и Фурсенко забыли и кого угодно и Сердюкова простили все замечательно видимо увидели по такой Навальне и решили лучше остаться со стороны хотят за поддержку взяли бы какие-то вынятные обещания чего никогда да вслили в пустую Александр Ильич такой вопрос действительно последний год мы стали свидетелями таких самых динамичных изменений в том числе и кадровых российской политики я имею ввиду не официальной политики а в принципе политики и поэтому вы не можете верить в не церковь может быть всей но вот ваше отношение как православного дьякона как профессора к таким личностям как Навальный и Черникова и вот остальные поскольку неизвестные я могу я честно скажу в Черникове мне вообще ноль ассоциаций нет такого файла в голове куда я складываю информацию про эту точку кто такой что это как зовут что делят ничего не знаю у меня такой короткий вопрос о историческом покаянии должна ли нация страна каяться за те или иные события в истории то красный террор политические ревизии сталинские возможно более глубокую историю наверное не надо устраивать какие-то демонстративные покаянные шествия демонстративные такие акции это всегда лицемерие покаяние может выражаться в другом может выражаться в школьных учебных там дается оценка теменному страницу у нас до сих пор в учебниках не произошла дегероизация красных комиссаров то есть получается чисто механический коллаж совершенно советские страницы про красных и тут появляются фары совершенно несовместимых абзацев в общем колчак тоже не совсем очень чисто механические свидетели значит школьные учебники повестка дня федеральных масс-медиа то что они рассказывают это конечно тоже очень важно ну и конечно программа в общем установки практики через два года мир будет отмечать столетие первой мировой войны это война великая и забытая в России нет ни одного памятника воинам так далее как вот Россия отвечает печаль и затем последующие четыре года переживать каждый из годов вот это очень важно национально-эстерический память сейчас Андрей я расскажу и вам как вы относитесь к происходящим сейчас реформам в армии здесь вот много молодых людей призывного возраста даже и в первую очередь не материально-техническая и военно-стратегическая а духовная и социальная составляющая армия перспектива как вы могли опротивировать это о чем еще раз по происходящей реформе в армии там полноценная реформа то есть что это перекращение системы на бригад в том числе сокращение всеобщее сокращение как по вашему мнению это отразится на перспективах существования нашей армии а у меня должно быть мнение про это если оно есть знаете ну я профессионал в одном и поэтому я хорошо знаю что значит быть профессионал поэтому зачем нужно советовать чтобы я пересказывал газету которую хочу позавчера меня интересовала именно духовная сторона вопрос если бы над ней занимались духовную сторону вопроса появится или нет когда появится коммунит военные капелами наши там активно десантирование церквей говорилось вот это вот обсуждалось очень ругались на интернете это интернет это понятно спасибо в последнее время очень много ведет речь разговор о так называемом общественном телевидении то есть по сути дела что предлагается что за счет налогоплательщиков мы должны будем снижать еще один канал который о поливоме не будет таким всем общественным просто какой-то медиум-огнат будет иметь канал за государство счет а как вам кажется будет ли логичным если бы просто установим леку квоту предположим возьмем радиостан у нас в петербурге я не знаю больше 20 радиостанций в фрм-диапазоне то есть те радиостанции которые слушают я не беру там экзотические доисторические излучения в которых вещает радиостанция город Петра я обычный фрм-диапазон и в этом диапазоне нет ни одной радиостанции которая вмещает ни одной православной или просто христианской радиостанции может быть легче чем тратить государственные деньги на создание очередного общественного телевидения хочу напомнить что ОРТ это первое общественное в общем-то с понятным эффектом может быть легче просто ввести квотирование что на 10 радиостанций должна быть одна которая будет работать в неконеченческом формате просто им дать бесплатно волну и не давать бюджетные деньги это моя тематия когда загорели вновь вообще с нашим телевидением я вспомнил я совершенно старый человек я помню что такой проект уже был у нас 90-е годы и более того помню что патриарх Алексей входил в своих попечителей этого канала что ни малейшим образом не влияло на сетку его вещательных что он показывал там по-прежнему паслись стадами всякие целители и т.д. различные христианские фильмы и прочее все это реально это не влияло на политику телеканалу никого что же касается создания сети это опять вопрос помощи церкви а почему мы не можем финансировать свой такой телеканал свою радиостанцию знаете отговорки типа денег нет я не принимаю всерьез просто в конце концов у нас даются очень мощные финансовые физические советы когда речь заходит на возрождение техникум старей по Улаамску но я думаю что проект создания медийного инструментария гораздо более важных чем возрождение техникум на Улаамске на Улаамске островах или Соловецке а по деньгам это ну вполне спецникум старина даже дешевле гораздо когда я читаю сколько миллионов долларов стоит новый колокол Сергей Лаври поставлен там несколько на закон 10 миллионов миллионов на эти деньги можно создать вполне приемлемую радиостанцию телеканал это мало радиостанция вполне а тем более учитывая ладнесские способности сам ажи церкви можно убериться потому что частота была выделена нехорошая и понимали цене они выдаются у меня такой короткий вопрос который вам задавал по этому вопросу мой ответ таков что надо не столько делить чужое а потом создать свое у меня такой вопрос который вам наверняка задавали много раз много раз на него изучали и в этой манитуре это богатство священников которое на то же самое интернете продолжают что вы можете ответить на такие манитурные хорославные цены частных директоров вы знаете однажды видел замечательный фото на фотографии был такой уменький монах западлат подвязь который за школу поскольку очень молодой монах вот куда ты идешь по тропинке вот как фотография у него нет жива но ты его тоже обращение к радикальным хомячкам антикарик священники они разные надпетли у жизнь священник всегда соответствующий уровень жизни его среды обеда и это во все века это константы то есть сельский священник живет на уровне сожиточного сельского христиан или средничка средничка не зажит средничка городской священник живет на уровне среднего городского епископ живет на уровне местных городских деревьев понятное дело что уровень жизни в Москве и Петербурге он отличается от родителей и поэтому городские священники и машины на которых они ездят тоже будут отличаться как происходит под тем капилляром перераспределение этих расходов внутри каждого из этих социумов это отдельная тема но уверяюсь у вас это не вопрос там хищения воровства и там есть свои представления о том что нормального в этом социальном классе и священник просто вот входит дальше опять же надо понимать что и сами священники очень разные есть круг и всегда богатых настоятельств и богатых городских соборов и революция это было и сейчас но это не умно судить по ним в целом а соскоп вот другой вопрос очень серьезный я очень прошу ставить его почаще вопрос о перераспределении финансовых потоков внутри собой вот как бы эти богатые городские приходы критично более-менее состояние прихожане и так далее есть работа не только пенсионеры но и работоспособные люди которые хорошо зарабатывают и соответственно вносят какую-то жертву на храм вот как бы научить саму церковную среду делиться этими столичными сверхдоходами с со священниками приходами из убитых погибающих деревушек а прочих даже и в самом Москве есть то и то и другое как ни странно например в Москве ситуация такая что плохое назначение для священника это получить храм в центре города потому что в центре Москвы в отличие от Петербурга такая что храмов много старых а при этом центра не обитает в Москве почти не обитает там офисы и туристы гостиницы а храмов много поэтому храмы на окраинах спальные районы они переполнены и они действительно сверхсостоятельности а вот храмы в центре они отнюдь отнюдь не подают и в этом есть своя пункция потому что в результате что я вижу начинается конкуренция то есть если священник хочет чтобы люди ходили именно в его храм а не в тот который в соседнем он должен чем-то проникать буквально на этой неделе я был в одном таком центральном московском храме в таком же подвале с молодежью с рок-концертом перед началом московском храме потому что да храм слишком много вокруг других и там поэтому настоятель ищет какие-то свои пути для того чтобы людей о комиссарах и FM-радиостанции рок на сегодняшний день это тоже в общем-то ну такая не особо популярная музыка среди молодежи то если честно если будет FM-канал кто там будет работать я об этом спрашиваю я был диджеем на нескольких радиостанциях и если те люди это моя головная нет я хочу спросить а я не хочу отвечать я уже не хочу отвечать вместо комиссаров у меня плохой характер кто будет вместо комиссаров какие герои я что по диджеев веду я не про диджеев а про что про то что раньше были герои вали котики ну в школе пионеры герои были примеры на сегодняшний день таких героев и примеров нет мне Высоцкий нравился и Ван Дам например в детстве сейчас 14 лет мальчику кто кроме Человека-паука кому подражать и какие потому что все равно же мы хотим подражать кому-то отец Андрей майора Солнечка я возвращаюсь в тени очень важный вопрос по поводу я был в школе как-то в восьмом классе и написал 50 вопросов тем которые интересуют школьников один вопрос был почему священник ездит на дорогих машинах это оказалось самым популярным в школе в классе хотя оказалось что в семейских человек входит в храм я очень удивился ведь фиксированы понятно что не фиксированные цены на требования на свечи в храмах мы это знаем кстати я об этом узнал недавно и интересно также то что где нет фиксированных цен где действительно просто пожар вообще нет ценников в храме там больше денег получают на приход я лично считаю что это нужно делать жестким приказом сверху то есть под храмом сказать что просто убрать это было по моему это была бы огромная польза церкви и финансовая и многие люди нечего предъявить как вы считаете правильная ли моя позиция у меня таких данных нет то есть да я знаю что в тройке Сергея Владимировна когда отказались от продажи свечей доходы выросли когда просто вот придут свечи а рядом ящики пожар и человек каждый сам решает сколько но когда в одном московском храме проводить так сделать они прогорели почему потому что когда человек едет в лавру это некий поступок он себя настраивает и там нет случайных людей а храм случайно мимо проходя забежал ой халява возьму десяток еще и домочи спитающего и так далее в общем получалось плохо в Греции это работает но потому что там есть уроки закона Божьего в школе поэтому я считаю что патриарх Кирилл он с правильной стороны зашел то есть нужна обязательная катаклизация беседы перед крестинами и венчанием чтобы то есть что хотело достичь может быть этих средств недостаточно но чего хотело сознательное членство в церкви лучше меньше да лучше вот если будет сознательное членство в церкви то тогда люди будут понимать и свои права и свои обязанности в церкви следующий шаг например я считаю это должно быть поименное членство приходит то что будет до революции то что есть скажем в наших приходах в Германию поименное членство вообще потому что у нас сегодня вот есть понятие приходское собрание вроде бы главный орган управляющий приходит а кто член приходит кто кому матушка позвонила от линии священника приходи будем считаться в приходском собрании но соответственно должно быть четко понимать если член приходского собрания у меня есть право какие-то вопросы я решаю в моем храме ну и до того кто будет регентом пусть там священника может быть я не могу избирать себе хотя бы регентом какой стиль пения в храме стиль может быть служением брамство убранство и прочее это может быть какие-то приходское собрание может предлагать и контролировать осуществление вне богослужебных проектах боготворимых проситических детских и так далее но соответственно если у меня такие права есть у меня есть следующая обязанность в том что и финансы действительно скажем для того чтобы от маленьких доходов я даю чем не годом на храм то есть вот в Германии это я могу прийти в храм и просто молиться как здесь в Москве но если я хочу влиять на жизнь прихода я должен вписать себя в этот приход но соответственно я должен при этом указать как вам будет ежегодная сумма у меня вопрос еще один человек не очень на церковном кто убил есть есть такой и кто автор хотя бы сейчас скажу либрехт норман либрехт принимается церковь как некая ООО ААА об этом часто говорят хотелось бы знать какую деятельность благотворительную направленную на спасение человеческих жизней не только их душ но и после жизни идет церковь как пример зарубежная церковь католическая церковь где на входе собирают вещи для бедного либо же устраивают вечера где кормят нуждающихся идет ли русская хоростровная церковь подобной деятельности и если идет то почему они ничего не известного не церковь это все люди это и священники и хозяина и понятно что в этом миллион организмов есть множество людей на которых забота на других людях нуждающихся это просто часть их совестного импульса вот я за последние годы может быть самое радостное что я вижу вдруг совершенно неожиданно среди довольно большого числа моих знакомых вдруг появляется вот такая вот жена которая участвует в волонтерском движении ходит к больным и так далее я просто с завистью доброй и восхищением смотрю на таких людей что которых ходят буквально вот мои соседи попадутся и я скорее все время так раньше может быть даже удивлялся как они посты не очень и так далее недостаточно церковные люди вдруг сваливши чаще чаще тема стала звучать в моей жизни во-первых есть второе это касается священника второе если вам несказала христовы слова когда предупрежденствует пусть его рука не знает что делать но не принято у нас трубить знаете вот если я перед вами встану скажу значит так мой отчет за последние полгода значит я потратил бухгарить такие деньги как это будет немножко странно не принято об этом но при этом да вот есть формы благотворительности деятельности родившиеся на западе которые с трудом пока приживаются у нас это вот такая организованная почти профессиональная вот сборы еды там одежда хорошие вещи я знаю прихода в Москве где-то делается вопрос дальше возникает главный не столько вопрос собрать собрать не так трудно потому что люди с удовольствием позволяются отстарывать чем выбрасывать мусорный бак лучше конечно принесем вопрос в том куда дальше девать скажем детскую одежду может быть есть наверное есть семья которые вам нужны детские дома точно поддерживают детскую поддержку значит поэтому вопрос есть еще и поиска конечного потребителя недоставки ну ладно это может быть для них действительно обговорки а в общем конечно я бы сам очень хотел слышать постоянно и не об акциях как о чем-то сенсационно а ведь простую рутинную тихую раму это будет последний зап нет вопрос по поводу храм в которых не так много прихожан вот действительно хотел бы на каком-то собственном личном опыте это твердить то когда я захожу в Казанский собор в Казанский собор там абсолютно другие ощущения там якобы будто бы ничего не чувствую практически вообще но когда летом мне повезло что я в Казанской области на своей родине зашел в храм где прихожан было два человека я и мой друг было двое эфчик и сам священник вас служило это совершенно не передаваемые действительно ощущения там ты чувствуешь как будто бы служба идет для тебя в том числе и то есть по сути здесь наверное такой факт что там как будто бы это лучше чувствовать как будто бы как будто бы поэтому что и сиен делать и того не оставлять храмы разные разные пусть будут не такие имперские соборы ощущение некой общенациональной солидарности пусть будут тихенькие деревенские церковки но не ближе ли будут именно маленькие храмы самой эфири близкими в тихой они обязаны быть не очень дорога одна история на которой мы сегодня не закончим благо уже впереди рассматривается классно русская община в эмиграции в Нью-Йорке где-то не могла построить храм или купить отдельно стоящие здания максимум на что они что позволяли финансовые возможности они арендовали квартирку в новоквартирном доме и переоборудовали самую большую комнату в этой квартире в болезненную зал и все было хорошо но пришла пасха а пасха служба ночная и громкая и детвора опять же бегают в чьи в чьи в чьи в чьи в чьи в общем на утро не выстававшиеся соседи собирают подписи провезло протеста в местной мунициплине требования выслить этих диких хрустых следов и уже собрали подпись всех лицов и вспоминают вы слушайте а тут же у нас на пятом этаже рэбе живет вот это важно религиозный деятель а здесь религиозный вопрос ее подпись она украсит наше письмо идемте к нему приходят к нему говорит рэбе пожалуйста вот такая ситуация не подпишите письмо говорит рэбе вы что не слышали как они орали а тут еще слышали и что это вас не беспокоило очень так может подпишись но почему понимаете если бы я был уверен что я встретил мессию я бы еще православие должно быть разным и громким и тихим и официозно имперским торжественным таким и вот таким кинотическим то что говорить это таким словом греческий киносис смиренно и самоумолен просто уметь молиться и в лесу и в одиночке и с двумя бабушками которые не оканчивают гейсинское училище вот и конечно от пения которых уши музыканты сворачивали вот надо уметь уметь молиться и следить это идеально но общество ведь немножко другое поэтому наверное больше можно убавайте уметь терпеть в церкви всех в том числе олигархов и даже чиновников можно пянуть вопрос наверное в том чем я имею профессионал обучался на пультуров очень важно проводить отечественную русскую культуру в том числе и за рубежом культурное продвижение оно зачастую убивает важное экономичное и политическое вернее законодательное следует последний такой вопрос может стать центром для продвижения нашей национальной культуры перед церковью не надо ставить задачи не свойственные церкви как таковой то есть если перед церковью ставить чистоземные задачи быть политическим промоутером или проводником какой-то национальной идеи национальной культуры мне кажется да в какие-то тактические успехи это может обернуться глубокими органическими искажениями и поражениями это вообще очень серьезный вопрос перед русской диаспорой а в чем ее смысл в том чтобы продлить национальную агонию репатриант или в том чтобы стать семенем который умрет в этой английской чужой германской австралийской почве но зато породит какой-то новый отросточек православия в чем миссия русской эмиграции в том чтобы быть гетто таким градом китежем за пределами России ну это утопия если Россия сама не сменила свой град китеж то в Париже китеж тем более нереально и мы видим что на самом деле в отличие от армян или евреев русские обычно очень быстро теряют своих детей для своей русскости уже второе поколение обычно и третье тем более забывает национальный язык тогда может быть напротив тогда может быть скорее открыть себя для местного языка в чем-то доводим образы жизни знаете мне очень нравится стиль проповеди который я слышал у одного православного итальянского священника он правда он был итальянец из католичества пришедший в православие и потом издавал такой у нас монастырек создал там издавал листочек италья православный италья ортодос и лейтмотивом этого листочка было итальянцы вернемся к вере наших предков Италии тысячу лет была православной страной вернемся а у них для этого есть удивительный термин итальянской музыки христианита антика античное христианство эпохи византийской империи равенна и так далее вернемся к этому христианита антика вернемся к вере патрика ирландского прекрасный лозунг в котором можно ехать в Ирландию не ирландское пиво на русскую лодку вернемся к временам когда была общая вера и общая молитва вот так ладно спасибо за это закончено кому действительно интересно вот у меня есть с собой учебник основа православной культуры то есть сам учебник вам наверняка будет не интересен но не для этого а для того чтобы может быть вам интересно для того чтобы со знанием дела участвовать в этих дискуссиях вокруг этого пролика но кроме того может быть среди вас есть родители будущих ваших или знакомые четверо третий класс выбор делают сейчас третий класс те родители чьи дети входят в третий класс и нам второй значит пора присматриваться возможно будущее преподавателей может быть кому интересно можно все как кого представить книжка спасибо 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 пожалуйста крючки правильно